ПДСНПСР, Постоянно действующее Совещание Национально-Патриотических Сил, это уже коалиционная структура, в нее входит множество разных движений, организаций, групп. И вот сегодня мы обсуждали вопрос об отношении к состоявшимся выборам. И при всем различии, там, каких даже мировоззренческих оттенков, по вопросу о том, что это было, позиция абсолютно однозначная. Как известно, выборы состоят из двух частей. Агитационная кампания и, собственно, голосование подсчет голосов. Так вот, и в той, и в другой части прямые нарушения закона и злоупотребления должностным положением, в том числе стороны высшего должностного лица государства и всей вертикали подчиненной, мы носили столь массовый, масштабный, циничный характер, что признать эти выборы состоявшимися, признать результат этих выборов мы категорически никак не можем. Это была единая позиция, голосование было единогласным. Что к этому, может быть, стоит добавить? Вот в моей практике был такой опыт. 99-2000 год, счетная палата, в которой я работал, проведала проверку государственного эрмитажа. Так вот, главное, что мы выявили в ходе этой проверки, это не разовые какие-то хищения, подмены или еще что-то. Мы выявили систему направленную, целенаправленно созданную для того, чтобы можно было подменять художественные ценности. Все это описали в отчете. Так вот, примитивно к этим выборам важно не просто сказать, что были какие-то отдельные нарушения. Важно констатировать, что создана целенаправленная система для массированных фальсификаций. В частности, сегодня звучали факты о том, что сама программа получения открепительного заявления не предполагает, как бы случайно, что вы не можете взять таких открепительных заявлений 2, 3, 5, 50, 250. Вот сама программа целенаправленно не предполагает блокирование такого действия. Не предполагается точно так же блокирование действия, когда вы 250 раз пришли на разные участки и проголосовали таким образом. Точно так же, вот я инженер по первой специальности, сама система вот этих автоматизированных КАИБов, значит, это система, в которой нет ни малейших оснований даже допускать, что кто-то почему-то закладывает в нее какую-то абсолютно честную программу. Нет таких автоматизированных систем, в которые нельзя при желании внести какую-то ошибку, погрешность или даже намеренное искажение. Если на одном участке стоят какие-то прозрачные урны, и наблюдатели теоретически имеют возможность хотя бы видеть, что происходит, и должна видеть, как происходит подсчет голосов, то примет к этим автоматизированным системам, в принципе, не предусматривается, какой бы то ни было возможности наблюдателей перепроверить, а что же там считала программа. И сама эта программа не выдается наблюдателям, они не могут направить ее на экспертизу, мы не имеем никаких оснований даже для того, чтобы думать о том, чтобы этому доверять. Если в ходе самой агентационной кампании вся государственная машина сверху донизу использовалась для массированной лжи, обмана, клеветы, ну, ярчайший пример, там, где у человека были счета закрыты к моменту регистрации, на которых совокупная сумма активов была в пределах 26 миллионов рублей, вся государственная машина, Центральная избирательная комиссия, средства массовой информации сообщали нам, что на счетах были там 5-7 миллиардов рублей. То есть, если столь целенаправленно массированная ложь могла быть в одном, почему мы должны вдруг допускать, что в каком-другом месте они почему-то по ошибке эту ложь, обман не допустили? Я имею в виду Каибы, да? Значит, что из этого, какой вот из этого мы можем сделать? У нас нет оснований говорить, что тот, кто считается победителем этих выборов, не набрал 76, но набрал, скажем, 43, или набрал 76, но набрал 51. У нас есть основания ясно и однозначно говорить, что нет никакой возможности по результатам этих выборов установить достоверно результаты голосования за каждого из кандидатов. Если возможности установить достоверно результаты нет, то категорически невозможно признавать эти выборы и, соответственно, того, кто считается победителем, законным, легитимным президентом российского государства.